Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Любовь Макаровой. Смотрите в этом выпуске. В Волгограде обсудили поддержку важных отраслевых проектов. Сотрудники МЧС рассказали юным волгоградцам о безопасности зимой. Хор «Кадет» из 56-й школы занял первое место на региональном этапе всероссийского конкурса. Стали известны итоги городского фестиваля «Рождественские встречи», а в ЦПКО прошла битва снеговиков. А также, как выращивают клоны Сталинградского тополя и как сделать правильную кормушку для птиц. Основные макроэкономические и отраслевые показатели развития региона – вопросы реализации отраслевых инвестпроектов на территории Волгоградской области, определяющих дальнейшее развитие якорных направлений. Эти темы стали главными на оперативном совещании в администрации области, которое сегодня провел губернатор Андрей Бочаров. Андрей Бочаров отметил, что социально-экономическая ситуация в Волгоградской области стабильная. В начале текущего года поступление налоговых и неналоговых доходов во все уровни бюджетов соответствует плановым значениям. Предварительные итоги 2023 года подтверждают устойчивость экономики Волгоградской области, сохраняющиеся даже в очень непростых условиях, нарастающих незаконных ограничений со стороны ряда западных стран в отношении России, жителей нашей страны, предприятий и организаций. Все основные макроэкономические и отраслевые показатели развития региона демонстрируют положительную динамику. Во всех отраслях и сферах региона, отметил Андрей Бочаров, продолжается плановая реализация инвестпроектов и приоритетных проектов развития. Это дает уверенность в дальнейшем устойчивом социально-экономическом развитии региона. При этом основной вклад в развитие, формирование волового регионального продукта традиционно вносят предприятия регионального промышленного комплекса. Предварительно, по итогам 2023 года, объем промышленного производства в Волгоградской области составит более 930 миллиардов рублей. Прирост производства, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, зафиксирован практически во всех отраслях промышленности. И прежде всего, что очень важно, в обрабатывающих производствах. Учитывая определяющий вклад промышленности в социально-экономическое развитие Волгоградской области, важно и дальше продолжать уделять самое серьезное, приоритетное внимание поддержке реализации отраслевых инвестпроектов, отметил Андрей Бочаров. Губернатор подчеркнул, основные приоритетные направления работы и целевые показатели на 2024 год определены. Для их выполнения заместителям, органам власти необходимо к 1 февраля 2024 года актуализировать планы реализации приоритетных отраслевых инвестиционных проектов, которые, с одной стороны, являются продолжением уже проводимой работы, а с другой – стартовыми для реализации новых якорных проектов социально-экономического развития региона и страны в целом. Как правильно вести себя на прогулке зимой, чтобы не было беды? Волонтеры Национального центра помощи детям и сотрудники Центра ГИМС регионального главка МЧС познакомили с этими многочисленными правилами воспитанников Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Добровольцы провели с ребятами беседу о том, как правильно вести себя зимой на прогулке, в общественном транспорте и при переходе проезжей части. На данный момент выпало большое количество осадок. Стоят большие сугробы, и ребята зачастую могут не осознавать то, что под этими сугробами может находиться как арматура, штыри, стекла, так и другие опасные предметы. Также под льдом может оказаться открытый люк, под которым они могут провалиться. Из-за этого ребятам нужно понимать, осознавать, как надо перемещаться во время зимнего периода, что можно, что нельзя. Сотрудники центра ГИМС напомнили детям основные правила безопасности на водных объектах, в том числе на льду продемонстрировали средства и методы спасения, объяснили алгоритм действий, если кто-то провалился под лед. Как обезопасить себя, как реагировать в эстерных ситуациях, демонстрировали спасательные оборудования, а также способы их применения. У ребят был интерес, задавали много вопросов, вели себя активно, на вопросы на все старались отвечать. Было много вопросов не только касательно льда, но и вообще касательно безопасности. Обеспечение безопасности подрастающего поколения – одна из приоритетных задач сотрудников чрезвычайного ведомства. В профилактической работе с несовершеннолетними и формированию у них культуры безопасного поведения сотрудники МЧС России уделяют особое внимание. Мы наблюдали, как ребята активно включаются в процесс, отвечают на вопросы. Конечно, для наших воспитанников это очень своевременная и нужная информация. У нас сегодня были на занятии детки разновозрастные, к самым младшим было 3 годика и к самому старшему 15 лет. То есть информация была доступна для всех категорий несовершеннолетних. И я думаю, результат этой работы будет отличным. Всем детям для закрепления информации раздали памятки. Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую. Эти слова написаны на мемориальной доске возле легендарного сталинградского тополя, который выстоял после ожесточенных боев. Защищая советских бойцов, израненный он принял на себя пули и осколки вражеских снарядов и бомб. Как выращивают саженцы копии легендарного дерева, свидетели о сражении на берегах Волги, увидел наш корреспондент Максим Черпак. В 2013 году специалисты Волгоградского регионального ботанического сада провели стерилизацию 20 почек дерева. Это был первый этап операции по воссозданию его копий. Сегодня клоны тополя-долгожители растут по всей России, а начинают свой путь в теплице ботанического сада. Шикарные. Уже сажать можно. Вот посажены. Но эти черенки, это где-то октябрьские. Вот. И это вот декабрьские. Они еще только-только. Они могут еще спать. Потому что за счет воды, влаги распускается почка. А так... А это вот октябрьская. Долгожителю на аллее Героев Волгограде почти 100 лет. По статистике, средний срок жизни тополя 40-60 лет. Именно поэтому сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада решили клонировать знаменитое дерево. Это оптимальный метод. Клоны тополя будут идентичны тому, у которого взят материал. В этом году саженцы представят на выставке в форуме «Россия». Если высадить в грунт, то где-то будет метр полтора, вот так. Полтора метра. Даже метр восемьдесят. Тополя очень быстро растут в грунте. В открытом грунте. Они в контейнере. Также и с сиренью. В 1993 году Сталинградский тополь объявили особо охраняемым объектом, который будут использовать для военно-патриотического эстетического воспитания. Дерево получило вторую жизнь в молодых саженцах, оставаясь одним из символов мужества, отваги и стойкости. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. С песней по жизни хор «Кадет» учащихся 56-й школы Кировского района Волгограда занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. В начале Нового года волгоградские школьники будут пробовать свои силы уже на федеральном этапе конкурса. Какие композиции помогли добыть путевку в финал, расскажет Дарья Денисова. На самой души всех планет, народ могучий президент, моя чизна, моя Россия, моя душа. Звонко, динамично и в самое сердце. Учащиеся кадетских классов 56-й школы подошли к подготовке к вокальному конкурсу очень ответственно. Юные таланты выступали в номинации «Школьный хор. Песни моей страны» и сумели завоевать симпатии строгого жюри. Песню выбирали вместе с педагогом, называлась она «Наш край». Я этим горжусь, что я участвую во всех конкурсах с такими песнями. Цель конкурса вокального мастерства – развитие детского хорового движения и сохранение музыкального наследия нашей огромной страны. Благодаря занятиям в хоре у школьников воспитывается любовь к лучшим традициям, развиваются творческие способности и таланты. Мы кадетское направление, кадетские поэты-репортеры. У нас это песни о России, это песни военных лет. И, конечно же, мы с удовольствием поем песни советских композиторов. Мы одна большая семья, которая может дружить, петь, улыбаться и достигать больших высот. Вокально-хоровой коллектив «Кадет» существует с 2015 года. За это время ребята-вокалисты побеждали и занимали призовые места на различного уровня конкурсах, концертах и фестивалях. Кирилл Гардер занимается в коллективе со второго класса. Уверен, что секрет успешного выступления на соревнованиях – желание узнать новые и усердные репетиции. Сейчас же мы просто на инициативе это все делаем. Мы поддерживаем наших педагогов, учителей. И вот получается так. Ну, иногда бывает то, что споем не очень, не попадаем иногда. Ну, а так никаких трудностей. Помимо сводного хора, из учащихся восьмых и девятых классов, в школе раскрывают таланты и совсем еще юных ребят. Они тоже принимали участие в состязаниях в вокально-хоровом мастерстве и неплохо проявили себя. Ты друг, родец, ты друг, а надежный, и делишь вперед, все в жизни возможно, традиции ищи. Кто с теми не призвал, и делал своим, прославив и кашизну. Ребят в их непростом деле активно поддерживают родители, администрация школы, педагоги, одноклассники. На старших равняются младшие. Идрисхан Султанов мечтает, как и его взрослые товарищи, попасть в финал Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. По его словам, занятия в хоре воспитывают не только трепетное отношение к музыке, но и любовь к родному городу, к родине. С помощью хора я открылся. Петь мне очень нравится, здесь все очень общительные и хорошие. Я желаю 8-му Б и 8-му А удачи, чтобы они такими же были открытыми и чтобы пели еще лучше. В хоровом объединении кадет покоряют сердца слушателей около 80 юных талантов различного возраста. Помимо вокальных занятий на базе 56-й школы в рамках внеурочной деятельности кадетского движения, проводят уроки танцев, работают различные мастерские. В рамках сетевого взаимодействия мы сотрудничаем с Центром детского творчества Кировского района. Именно их творческие педагоги видят в наших кадетах все таланты и их воодушевляют. Именно сейчас у них формируются все зачатки их интересов в будущем и возможно сейчас они видят то, кем они хотят стать, кем они будут. Финал конкурса хоровых и вокальных коллективов пройдет во Всероссийском центре Орленок в Туапсе совсем скоро. Ребята с нетерпением ждут своего часа и готовятся покорять своим мастерством и энергией новые творческие вершины и сердца зрителей. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей. Тем временем в Волгограде стали известны итоги городского фестиваля «Рождественские встречи». Конкурс талантов проходит уже в одиннадцатый раз. В этом году он объединил более четырех тысяч юных участников. Коллективы творческих объединений, воспитанники детских садов и школьники продемонстрировали свои таланты в песне, хореографии, в прикладном и изобразительном искусствах. Лучшие номера представили на галоконцерте. Репортаж Екатерины Кудряшовой. Рождество объединяет всех от мала до велика. В стихах о светлом празднике со сцены рассказывает восьмилетний Костя Меркушенков. Несмотря на юный возраст, мальчик хорошо понимает значение праздника. В его семье соблюдают все рождественские традиции. У Екатерины Колбасиной Рождество – любимый праздник. На галоконцерте фестиваля девушка исполнила песню о вифлеемском чуде. На концерте присутствовали дети и взрослые, и мне очень было приятно для них петь. Я люблю колядовать, я хожу к родственникам колядую, мне очень нравится. Каждый год учу новые колядки. А Лера Тихонова покоряла сердца зрителей и жюри фестиваля конкурса в составе ансамбля «Серебринки» детского сада номер 385. За блестящее исполнение танца коллектив отметили почетной грамотой. Я выступала с маленькими девочками серебринками, нарядами «Снежной королевы». Рождество там будет, мы делаем всякие печеньки, конфетки, ждем гостей и потом раздаем всем это все. Символично в год семьи в числе призеров конкурса «Рождественские встречи» оказалась и чета Казанчевых. Каждое Рождество они встречают за круглым столом вместе с родственниками. Чудеса верят и дети, и родители. Случайно произошло, просто в садике был конкурс, музыкальные руководители продолжили нам записать песню. Мы ради детишек согласились, записали песню и чудесным образом как-то прошли. В атмосферу рождественского чуда погрузились и зрители галоконцерта. 2024 год у нас начался опять с красивых мероприятий, с одаренных, талантливых детей. То есть это наше будущее Волгограда. Это говорит о том, что город Волгоград в надежных руках и что у детей, у всех детей Волгограда есть уникальная возможность развиваться творчески во всех направлениях. Юные вокалисты и танцоры смогли покорить сердца даже самых стойких мужчин. Если мы хотим, чтобы наши детки добились успеха в жизни, я думаю, нам нужно отдать их в наше образование. Наши педагоги и воспитатели лишний раз покажут на своем примере, как добиться успеха в творчестве, в учебе, в жизни, как быть религиозным. В этом году количество участников в фестивале рекордное – более 4000 ребят и почти 400 педагогов из 290 образовательных учреждений Волгограда. Жюри пришлось очень нелегко и непросто для того, чтобы подвести итоги, выбрать лучших, определить лауреатов. Безусловно, уверены в том, что 13-м рождественским встречам быть, поскольку это мероприятие, то, которое отзывается в сердцах не только наших педагогов, но и детей, и их родителей. Таланты участников фестиваля члены жюри оценивали по номинациям в хореографии и вокальном мастерстве, создании поделок и открыток, а также оригинальном украшении рождественских елочек, лучшие из которых в качестве подарка передали в дар в храмы Волгограда. Екатерина Кудряшова и Виталий Грищенко. Время новостей. Морковка вместо носа, глазки-пуговички и незменный атрибут ведро на голове. В Волгограде прошла главная зимняя битва – битва снеговиков. Этот праздник открыл большую череду мероприятий в ЦПКО, в объявленной президентом России. Год семьи сотрудники парка присоединились к большому проекту всей семьей при поддержке информационного агентства Волгограда. Репортаж Алины Успенской. Крепкий морозец, искрящийся снег и ясное небо. В Волгограде царит долгожданная зимняя сказка. Центральный парк культуры и отдыха стал по-настоящему волшебным местом. Детский смех, розовые щечки, снежок на пушистых шапочках. Волгоградцы и гости города семьями участвуют в зимних забавах. Мы вместе с посетителями нашего парка, с гостями нашего мероприятия будем лепить снеговиков, будем играть в снежки, делать снежных ангелов, участвовать в конкурсах и играх. Поскольку год 2024 президентом России объявлен годом семьи, то в этом году основной упор при организации мероприятий мы обязательно будем делать на семейный активный досуг. Задача участников слепить самого забавного снеговичка и придумать ему историю. Детской фантазии нет предела. Он мечтает попасть на Луну и поздравить инопланетяне, а сейчас смотрит на созвездия Скорпиона. Его зовут Петя. Очаровательные снеговики передают приветы из самых разных уголков нашей страны. Многие гости парка приехали в Волгоград на зимние каникулы. Жители Краснодарского края соскучились по неповторимой зимней атмосфере и с удовольствием слепили своего неповторимого южного снеговика-песковика по имени Анапка. Этот снеговик отличается тем, что он приехал из города Анапы. У нас там нет снега и лепят снеговиков из песка. Он хотел увидеть настоящую зиму, и поэтому мы его привезли с собой в Волгоград. Теперь в парке поселились многодетный снеговик, снеговик Аркадий, снеговик от Гриппина, оберегающий от сезонных простуд, и даже снеговик Лыжник. Гости соревновались в перетягивании каната, приняли участие в викторине и конкурсе по лепке снежков. Победители получили призы от парка на бесплатное посещение снежных горок. В этом году в ЦПКО работают уже шесть спусков вместо двух, как в прошлом сезоне. Коллектив парка присоединился и к большому семейному проекту «Всей семьей». Всероссийский проект «Всей семьей». Собери коллекцию семейных впечатлений. Суть проекта проста. Раз в неделю вы получаете простые задания, которые необходимо выполнять всей семьей. Нарядить елку, сходить в музей, заняться спортом. Главное – дружно и вместе. Выполняя задания, нужно обязательно сфотографироваться. Затем опубликовать фото на своей странице ВКонтакте или Одноклассниках. Обязательное условие – поставить хэштеги проекта «Всей семьей», «Всей семьей 34». Семейный и по-домашнему теплый проект понравился всем участникам. У каждого из них свои маленькие секреты проведения семейного досуга. Со своей семьей любим активно отдыхать, гулять по лесу любим. В зимнее время кататься на плюшках, на санках. Очень любим лыжный спорт. Также катаемся на коньках. Очень хорошая акция, считаю, для семьи, для отдыха, для детей тоже очень много развлечений. Поэтому, думаю, примем участие обязательно во всех мероприятиях, которые будут проводиться в этом парке. Розыгрыш призов проекта «Всей семьей» будет проходить раз в месяц. В конце марта пройдет финал и награждение самых активных и дружных семей. Будет разыграно 100 семейных путевок по России. Те, кто выполнит все задания, смогут собрать эксклюзивную коллекцию электронных вкладышей «Семья Эта», которую нарисовали специально для проекта российские художники-иллюстраторы. Алина Успенская, Инна Емельянова, Рубентальский. Время новостей. Мы живем в экономическом мире и стараемся поступать так, чтобы извлечь для себя наибольшую выгоду. Но зачастую мы даже не осознаем, что наше рациональное решение только кажется нам таким. В программе «Научные сенсации» эксперты расскажут, что такое поведенческая экономика и как мы на самом деле принимаем решения. Смотрите сразу после этого выпуска новостей. Ищите нас в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на портале мтв.онлайн. Полная коллекция видео на Рукубе. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Небольшой снег, метель, ветер южный 9-14 метров в секунду с порывами до 20 метров. Температура воздуха минус 1, минус 3. Небольшой снег, метель, ветер южный 9-14 метров в секунду с порывами до 20 метров.